Аддитивные технологии В этом предприятии приняли представители более 120 предприятий из разных регионов России, а местом проведения стала Казань. С торжественным приветственным словом выступил раис Республики Татарстан Рустам Мениханов. Он отметил, что по объемам выпуска промышленной и сельскохозяйственной продукции Татарстан занимает первое место среди субъектов ПФО и пятое по стране. Наша республика всегда находилась в авангарде перехода к новому технологическому укладу, основу которого образуют аддитивные производства. Это стало возможным благодаря уникальному сочетанию в Татарстане мощной промышленной базы и развитого научно-образовательного и технологического комплексов. Ассоциация развития аддитивных технологий с 2020 года объединяет многие промышленные предприятия страны, помогает в создании эффективных моделей кооперации, а также участвует в разработке передовых продуктов в области 3D-печати. В Казанском федеральном университете уделяют большое внимание развитию аддитивных технологий. С этой целью еще в 2013 году была создана лаборатория прототипирования, как научный учебно-технологический центр быстрой подготовки производства. Тема 3D-печати и моделирования интересна современному поколению, а потому научно-исследовательская лаборатория оборудована новейшими аппаратами. Госпрограмма по развитию аддитивных технологий широко везде развита, во всех университетах, и в то же время очень большой объем инвестиций в эту технологию, в эти аддитивные технологии производства, потому что, позволяя развивать эти аддитивные технологии производства, мы получаем возможность получать новые изделия, которые невозможно сделать обычными субтарктивными методами производства. Это обычные субтарктивные методы производства, это, соответственно, токарка, ЧПУ, фрезерование и так далее. В рамках форума было предусмотрено несколько важных мероприятий. Одно из них – демонстрация всего потенциала, которого смогли добиться российские инженеры. Не обошлось и без зрелищной демонстрации всех возможностей, которые предоставляет оборудование. Ректор Санкт-Петербургского государственного морского технического университета Глеб Туричин рассказал про развитие аддитивных технологий в России и про важность их освоения. По его словам, они гораздо эффективнее, чем старые и проверенные методы изготовления деталей. С помощью аддитивных процессов часто можно сделать то, чего нельзя, ну вот никак не сделать с современными технологиями. У них есть ограничения. Ну вот, например, вот знаете, вот что это за штука стоит? Не знаю, но реактор. Не знаете. Это макет выгородки атомного реактора между корпусом наружным. Наружный корпус атомного реактора – это силовой сосуд высокого давления, толстые стенки, должен вечно держать все. И самим реактором горячей зоной. Стоит цилиндр, он вот такой внутри, просто он выше существенно. Он на большом реакторе будет 4 метра высотой. Цилиндр с дырками, его задача – защитить наружную стенку силовой корпус от потока нейтронов, который летит из горячей зоны. Также российские металлические принтеры представили сотрудники объединения РУСАТОМ «Аддитивные технологии». По словам заместителя генерального директора по производству и технологиям Сергея Трусова, такие приборы в России используются впервые. Слой за слоем металл накладывается друг на друга, что позволяет создавать сложные и большие детали. Они могут применяться в авиации, на флоте и при строительстве космических кораблей. Это первый российский металлический принтер с такой платформой по строению 300 на 300 на 370. Программное обеспечение здесь полностью отечественное. Значит, особенность нашего принтера, ну я уже сказал, да, что это большая платформа по строению первая, да. Второе – это то, что у нас примена модульная система. И эта модульная система и система фильтрации позволяют быстро производить смену материала. В Республике Татарстан уже давно идет изготовление и внедрение аддитивных технологий в промышленности. Зеленодульский завод имени Горького является одним из крупнейших и стратегически важных судостроительных предприятий России. На форуме завод презентовал свои наработки в этой области. Для изготовления деталей и предметов используется титановый порошок. Благодаря этому способу можно получать протезы, заготовки для исследований и фильтров, вставки для реактивных аппаратов и реакторов. В первую очередь от нас мы делаем слитки, титановые слитки. На основе этих титановых слитков уже получается, собственно говоря, вот этот титановый порошок. Когда титановый порошок передается заказчику, кто его заказывал, они уже нам, не нам, собственно говоря, они сами для себя уже делают такие вот детали. В основном кто-то делает для медицины, кто-то делает еще для чего-то. Все по-разному, все как хотят, то еще и делают. За два дня высококлассные эксперты со всей страны обсудили важные вопросы, которые касаются дальнейшего развития аддитивных технологий. Также в рамках форума выпускники и студенты вузов прошли собеседование в компании-партнеры и заручились полезными контактами, чтобы иметь возможность получить опыт от ведущих лидеров в сфере аддитивных технологий. Карина Саяхова, Николай Осуховский, Аделя Файзулина, Универ Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова